мы не ждем большую войну большая война закончится для тех кто попытается ее начать соответственно очень печально коротченко игорь юрьевич родился 15 февраля 1960 года в риге в семье военнослужащего русский 1982 году окончил тамбовское высшее военно-авиационное инженерное училище имени дзержинского с 1982 по 1994 проходил службу в частях военно-воздушных сил главном штабе ввс генеральном штабе вооруженных сил полковник запаса награжден именным оружием с 1994 года военный обозреватель независимой газеты в качестве военного корреспондента работал более чем 40 странах 2006 года издатель журнала национальная оборона 2010 года директор центра анализа мировой торговли оружием член общественного совета при министерстве обороны неоднократно поощрялся приказами министра обороны и главнокомандующего внутренними войсками мвд лауреат премий союза журналистов москвы и россии здравствуйте игорь юрьевич здравствуйте спасибо что согласились встретиться естественно у всех много вопросов сейчас и большой интерес к тому что происходит российской армии я бы предложил начать с предыстории мы помним что российская армия в 90-е годы и в нулевые тоже выглядела скажем так кирзовые сапоги денег не хватает на полеты летчики 0 лет налетовали по по два часа в год в то время побольше но все равно явно не дотягивали до нормативов армия не находилась в центре общественного внимания и вот мы в 2014 году в прошлом году видели совсем другую армию в крыму в частности то есть это солдаты одеты по последнему слову военной моды если можно так выразить современный камуфляж современное оружие это не армия образца дмб но смысле фильма дмб это армия которая вызывает гордость за за нее и за страну период между той армии этой у нас был министр обороны сердюков вот и которого много ругали за то что он там все делать неправильно генералов сокращает рималовые части вот у нас тут ситуация была с беркским спецназом что вы переводили в чату и было по этому поводу возмущения у меня вопрос то что мы видим сейчас это результат этих реформ либо это результат чего-то другого разумеется в деятельности анатолия сердюкова на посту министра обороны был как позитивный фактор так и негативный ну про негатив все знают что касается позитивного фактора я считаю что в первую очередь это связано с решениями которые были приняты руководством ну естественно по представлению министерства обороны по увеличению денежного содержания военнослужащих прежде всего офицерского корпуса что офицеры это основа любой армии и второе то что начались закупки вооружения военной техники вот как бы были выделены деньги на гособоронзаказ что касается структурных реформ и структурных реформ которые провел сердюков у нас остались четыре укропненных военных округа соответственно объединенные стратегические командования которые соответствуют границам этих четырех укропненных военных округов в то же время ряд решений мы знаем они были не популярны и не поддержаны обществом это связано с тем что не достаточно уделялось внимание воинским традициям а для армии это важно армия консервативный институт и он не терпит таких вот революционных преобразований назначение нового министра обороны сыграло очень большую роль именно в нормализации ситуации с точки зрения морального климата в армии сейчас про шайгу это первое главное что было восстановлено ну вот моральное состояние войск и коллектив очень важно второе то что шайгу отменил ряд прежних решений которые все-таки были не до конца обоснованы и продуманы но в частности когда создавались укропненные авиабазы мы отказались от той структуры которая исторически была присущей для российских ввс то же самое касалось перед дислокацией ряда воинских частей или перевод ряда дивизий в бригадную структуру вот эти изменения произошли то есть их сейчас обратно в дивизии в ряде случаев да но в частности по таманской кантемеровской дивизии и самое главное то что сделал шайгу это начал практику внезапных проверок впервые с времен советского союза то что именно внезапные проверки когда армию ставят перед необходимостью действовать как будто началась война это связано там с боевой готовностью с выводом техники из мест постоянной дислокации с выдвижением на какие-то там рубежи решения поставленных задач как бы это все показатель того чего вот если вдруг не дай бог начнется война что армия может делать как бы вот эта практика которую начал шойгу она на самом деле дала очень эффективный результат связан с тем что постоянно вот эти вот проверки тренировки охватили все вооруженные силы поэтому когда понадобилось допустим действовать в крыму когда понадобилось действовать в сирии то армия фактически к этому была готова плюс к этому произошли очень серьезные изменения в части касающиеся вот что вы упомянули да раньше непрезентабельный облик российских солдат принято сегодня на снабжение новая так называемый всесезонный комплект экипировки который позволяет иметь обмандирование на самые разные варианты выполнения боевых задач начиная от тропиков соответственно и заканчивая арктик то есть внешний вид очень сильно изменился и это важно для армии потому что ну когда боец там стреляет просит деньги когда там офицеры выглядят неопрятно непрезентабельно это у общества возникает соответственно абсолютно негативное отношение я помню сути галифер уже когда пузатый и раскормленный генерал или там когда солдат отправляли на строительство генеральских дач но это вещи совершенно недопустимы кстати говоря строительство генеральских дач прекратилось при сердюкове справедливости ради надо сказать то есть теперь это явление скорее но как класс поэтому целом произошло но заслуга шагу это нормализация обстановки воинских коллективов то есть сердюков сломал шагу потом но я еще раз говорю что в реформах сердюкова был как позитив так и негатив надо честно говорить потому что соответственно важно было и путин кстати говоря когда назначал шагу он сказал что надо сохранить все позитивно что было сделано но в то же время скорректировать то что реально не отвечает потребности мы вызывает но чувство внутреннего протеста так где-то там внутри воинских коллективов это было сделано поэтому по сути дела мы сегодня имеем армию ну которая выглядит прилично я бы сказал даже очень хорошо и лучше показатель даже не наши внутренние оценки оценки западных экспертов западных аналитиков и в принципе я так понимаю там очень большой разброс там большой разброс но я хочу сказать что конечно аплодисментов мы не ждем но та же самая крымская операция привела к тому что был произведен ряд крупных кадровых перестановок в системе американских спецслужб которые фактически ожидали я нет они должны были ожидать потому что извините разведка всегда должна работать на опережение а здесь получилось что крымская операция была настолько молниеносной внезапно эффективной в чем она заключалась не в том что мы там да кого-то назначили мы обеспечили нормальные выборы что люди могли прийти проголосовать в ходе референдума чего они хотят в этом была главная задача вооруженных сил россии в составе черноморского флота и вежливых людей которые просто не дали возможность осуществить сценарий ну силового подавления потому что у украинского руководства было желание продемонстрировать силу и не дать возможность проведения каких-либо изменений и как бы это не удалось в ходе вот ну комплексные эффективные работы что касается сирии ну по сирии например мы можем судить об эффективности наших действий что фактически только перед выступлением путина на генеральной ассамблее он мы там за день выставили все наши самолеты вот так в линейку в сирии на авиабазе хмимим американские спутники все это сфотографировали и возникла новая реальность а у русских то оказывается там очень мощный авиационный кулак хотя до этого были сообщения какие-то там четыре самолета перелетела причем не могли определиться с типажом говорили что как это не понял они же там все видны с космоса ну вот в этом и там же нет скрытых ангаров в этом и заключается ситуация что американцы прочухались извините за эту фразу да только когда могут взяли вот так вот и все это выставили в ряд а до этого как все это происходило ведь это не происходит одномоментно завозились запасы материальных средств авиационных бомб оборудовалась инфраструктура охраны внешнего контура авиабазы соответственно шли суда шли танкеры передислоцировали самолеты и кроме невнятных заявлений публикации вот вроде бы русские перегнали туда миг-31 зачем они там были были сообщения это активно в турецких сми они же приходят а потом вот ну вот в западные сми так сказать демонстрировать да миг-31 зачем русские туда их перебросили или какая-то подозрительная активность связана с расширением там взлетно-посочной полосы рулежных дорожек вот все что было а потом раз внезапно и вот американцы глянули и мягко говоря изумились опять пошли разборки а чего дальше никто не предупреждал просто все вот эти вещи они показывают эффективность во-первых системы управления потому что в основе любой эффективной боевой работы системы управления работа разведки наши работа мероприятий по технической дезинформации и оперативной маскировки то есть все это новые возможности и как бы в этом плане действительно армия сегодня имеет не просто пристойный облик она имеет хороший внешний вид хорошую техническую составляющую мотивированный личный состав нормальную морально здоровую атмосферу в войсках и самое главное что общество перестало видеть в армии вот те ужасы как раньше они непрерывно там генерировались когда там ну понятно массовое самоубийство дедовщина зверские так сказать истязания военнослужащих все прочее дедовщина кстати тоже при Сердюкове прекратилась но сейчас мы говорим неуставные взаимоотношения да во многом да Сердюков боролся с неуставными взаимоотношениями потому что когда переходит на один год там конечно дедовщина в классическом виде невозможно нет я еще раз говорю что как бы деятельность Сердюкова она имела как позитивный так и отрицательный характер в противном случае человек бы столько не работал министром обороны понятно что как бы мы помним чем все завершилось но это уже были ну скажем так личные ошибки министра которые очевидно привели вот к такому финалу Игорь Юрьевич а вот тоже для оценки что операция Крымская что в Сирии требует все-таки незначительной доли российских вооруженных сил то есть там несколько процентов личного состава наверное максимум вы можете оценить то есть у нас вся армия ну такой степени эффективности или это все-таки лучшие части а есть еще довольно большой массив который нам требует подтягивания или нет но разумеется в армии есть проблемные вопросы но они каждый раз как бы определяются в ходе вот этих внезапных проверок в то же время например перед сирийской операцией у нас проводились стратегические учения центр 2015 в ходе которых собственно отрабатывалась часть сценария который мы потом реализовали в Сирии поскольку центральный военный округ он закрывает вот это направление на Афганистан и туда дальше и в этом плане были отработаны достаточно эффективные действия связанные с моделированием ситуации как будто исламисты из Афганистана взорвали ситуацию на постсоветском пространстве и дальше дестабилизация режимов и прорыв на вооруженных подразделений до банд через Казахстан в Россию вот этот сценарий был смоделирован и отработаны целый ряд собственно боевых действий по парированию то есть моделирована реальная ситуация реальной войны то есть не над на нас нападает то что мы в ответ можем я и донажу применять поэтому они будут думать нападать или нет а именно вот сценарий такой вот войны нового типа скажем да как говорится гибридной войны гибридной войны каким образом вооруженные силы должны проводить мероприятия связанные с наращиванием авиационной группировки с использованием тех систем вооружения которые будут эффективны против такого вот нерегулярного противника и в том числе решающая роль авиации и собственно после этих учений те экипажи которые все это отрабатывали они и ушли в Сирию на боевую работу поэтому мы в целом говорим что у нас армия боеготова по стратегическими ядерным силам это стопроцентное решение поставленных задач то есть всегда бои готовы и в рамках ответного либо ответно-встречного удара мы можем парировать любые угрозы поэтому поддерживается стратегический паритет то есть мы не ждем большую войну большая война закончится для тех кто попытается ее начать понятно соответственно очень печально а готовимся к войну вот такого типа которые к сожалению будут актуальны для нас связи с тем что вот но новые формы боевой активности новый противник опередили мой вопрос а какие собственно говоря угрозы рассматривают сейчас военные угрозы для россии но как основные то есть было такое понятие основной гипотетический противник то есть раньше все было понятно советский союз сша сейчас все гораздо менее понятно да но мир стал менее предсказуем поэтому вот система сдержек противовесов она рухнула сейчас порядка нет мире поэтому естественно угроза меняется но главная угроза все-таки я считаю это как мы его называем международный терроризм на самом деле деятельность нерегулярных формирований террористической направленности которые могут привести к тому что падут среднеазиатские режимы соответственно поток беженцев нестабильность и все это затрагивает нас дальше это канализируется у нас в поволжье соответственно в северный кавказ и возникает ситуация хаоса то есть мы начинаем войну на своей собственной территории против нерегулярного противника против которого воевать очень тяжело по той причине что вот его невозможно вот окружить там и убить да то есть это будет сетевая структура и будет взрывать мы на примере считаем да то есть первая угроза международный терроризм вторая угроза объективно мы говорим все-таки нато почему мы говорим если бы все вот сохранялось как раньше было в начале 90-х годов то бог с ним снато но они не просто расширяются они передислоцируют свою передовую военную инфраструктуру к нашим границам это не значит что они вот завтра нападут нет но грубо говоря возникает ситуация когда я иду по улице ко мне подходит человек с пистолетом достает этот пистолет направляет на меня это ты там не бойся я нормальный я в тебя стрелять не буду ну вот я хочу с пистолетом тут постоять я естественно ощущаю себя некомфортно вот сегодня он говорит я не буду стрелять а завтра подойдет скажет давай кошелек там да ключи от квартиры вот банально может быть но ситуация такая поэтому на коллегии я был кстати говоря участником вот этой расширенной коллегии которую путин провел в министерстве обороны на шойгу начал свой доклад с показа каким образом идет увеличение скажем натовских группировок на наших границах само по себе как бы может быть на данный момент это и не очень опасно но здесь важно видеть тенденции то есть сначала создают площадки дальше говорят войска которые туда приходят они будут ротироваться они будут не постоянно а дальше скажет нет давайте мы там пару дивизий разместим создается система командных пунктов увеличивается количество боевой авиации в том числе которая отрабатывает задачи использования американского тактического ядерного оружия который передается европейским партнером против кого не будет применять ядерное оружие в европе против нас и в этом плане даже если мы к нато нормально относимся мы говорим о том что это опасно для нас это вторая угроза третья угроза она все-таки связана с реализацией технологий но то что называется цветными революциями почему я говорю потому что в прошлом году министерство обороны россии провело международную конференцию в москве но естественно натовцев там не было они не приехали хотя их приглашали а приехали все остальные и на уровне начальников генеральных штабов было заявлено что сейчас вот осмысление этого феномена привело к тому что цветная революция как инструмент насильственной смены власти рассматривается как один из сценариев боевых действий но опять же такого гибридного характера когда условно говоря есть некие правительства зарубежные которые понимают что в лобовом военном столкновении ничего не светит гораздо проще инвестировать какие-то средства найти людей и дальше устроить технологию скажем раскачивание ситуации когда объективно присутствующие трудности либо созданные искусственно трудности приводят к тому что создается некий протестный потенциал населения и дальше выдвигаются люди специально подготовленные которые в силу там отдельных причин личной политической мотивации либо так сказать то что они там условно говоря подкармливаются кем-то берут на себя вот эти функции организаторов лидеров протеста конвертирует экономические требования политические и происходит технология собственно смены и обрушение власти вот это третья угроза и четвертая угроза я считаю это неопределенность научно-технического прогресса появляется все новые и новые виды оружия мы не знаем чего в результате может появиться возможно появятся такие средства оружия которые могут там на новых физических принципах к примеру когда-то может быть появится оружие которое сможет нейтрализовать ядерное путем того что там ядерное оружие не взорвется в принципе или там геофизическое оружие искусственное землетрясение или еще что-то или появится скажем какие-то технологии связанные с тем что ну вот мы говорим да нанотехнологии возможно появятся такие нано роботы которые могут условно говоря атаковать мухи механически да то есть вот то что я называю неопределенность научно-технического прогресса которые рождают будущую угрозу вызова либо создадут какой-то вирус который может быть смертельным скажем для одной расы не смертельным для другой и вот это я называю неопределенность научно-технического прогресса которая потенциально несет угрозу на будущее вот четыре фактора я считаю у нас тут сибири довольно часто всплывает такой фантом как китайская угроза да там 10 миллионов китайцев заселит сибирь и мы станем если не дьюры то де факт я понял по поводу китайского вопроса значит я могу сказать что вот сейчас анализ геополитических военных устремлений китая показывает что у них вектор интереса это южные моря вот вся концепция северную пустыню совсем вся концепция воен нет может потом заинтересует мы говорим про данный момент вся концепция военного строительства китая заключается в том чтобы а экспансия морская экспансия они строят авианосцы причем это уже закладывается основу мощного авианосного флота вот сейчас если они определяют противника это в основном на страны атр сша япония там австралия их вектор вьетнам их вектор экспансии вот туда в южные моря поэтому для нас пока это нет угрозы но разумеется мы должны думать над любимыми вариантами развития ситуации поэтому у нас комплексно идет развитие и дальневосточной группировки мы сейчас начали переоснащать тихоокеанский флот пока к сожалению в сегменте только стратегических ядерных подводных лодок в величинске на камчатке создается новая группировка вот эти лодки класса барей с ракетами булава неизбежно дальше следующий этап это новые на надводные корабли том числе с вот скрылатыми ракетами калибр так далее то есть вот это направление мы будем действовать и отстаивать свои интересы я вот например говорил и сейчас повторю что я категорически противник неконтролируемой китайской экспансии в россию нелегальной миграции нам китайская диаспора на дальнем востоке не нужна вообще и не надо создавать условия чтобы она там могла образоваться противном случае мы можем столкнуться в перспективе с ситуацией с которой столкнулся югославия в косово исконно сербская территория так сказать соответствующие от нас туда пришел за счет естественных факторов рождения там детей и все прочее через там грубо говоря там какое-то количество времени ну как правило это там 70 100 лет популяция основная стала уже не сербы а соответственно албанцы там албанцы и все и дальше мы помним что произошло с косово но у нас вот чтобы у нас такой ситуации на будущее не было мы не знаем какие там будут намерения китайского руководства через 50 лет может быть добрые к нам а может быть не добрые но у них не должно быть возможности да за счет своей диаспоры который выжить на дальнем востоке что-то пытаться делать поэтому категорически бить по рукам любых коррупционеров из фмс потенциально который будет каким-то образом соответственно содействовать развитию китайской диаспоры надо завозить северных корейцев на завозить еще кого-то но вот китайскую диаспор на на дальнем востоке категорически иметь нельзя а а пока пока ну нас китаем отношения прагматические китайцы уже не младшие братья к сожалению я помню свой визит в китай в составе делегации министерства обороны с маршалом сергеевым тогдашним министром обороны в 98 году мы посещали пекин были переговоры с высшим китайским руководством и тогда как бы вот у них было такое отношение ну как бы даже демонстрация дружбы любви к нам какой-то поскольку тогдашний руководитель китая он учился в советском союзе к нам хорошо относился китайские генералы говорили по-русски пели русские песни ну и какое-то было ощущение что вот они у нас нуждаются и как бы просили там поставки на там оружие продавали потом пришел ху дзинтао и соответственно си дзинпин сейчас хорошее отношение я ничего не говорю но китайцы прагматики и они мыслят категориями которые выходят за рамки обычной человеческой жизни у них уровень потолок стратегического планирования превышает жизнь обычного человека жизнь обычного человека но 70 80 лет значит они мысли категориями сто и более лет вот этому нам надо учиться китайской стратегической культуре мы не знаем какие будут отношения с китаем в дальнейшем надеемся на дружеские отношения и хотим таких отношений но на как бы мы должны понимать что любые центры силы потенциально могут быть нам когда-то опасны и надо отслеживать тенденции соответственно не совершать ошибок в экономике политики которые потом могут стать для нас фатальными ну и военная группировка мы на дальнем востоке должны поддерживать в дееспособном состоянии но при этом я сразу говорю китай нам не является сегодня военным противником у нас отношение стратегического партнерства мы там сейчас идем на очень широкую военно-техническую кооперацию мы китаю сейчас заключены контракты на китай получит первый из зарубежных стран с 400 новую зенитракетную систему получат истребители многофункциональные со-35 соответственно мы с китаем идем на сотрудничество по закупке электронных компонентов мы в китае уже закупаем электронные компоненты вопрос опять же ничего раньше что вот не думали над этим поэтому с китаем будем считать что у нас все будет нормально но надо думать на 50 может на 100 лет вперед а что будет дальше у нас не не может возникнуть с китаем столкновение интересов в средней азии они там сейчас активно практика показывает что стратегическая культура китая заключается все-таки в том что она прямые вот военные действия они не идут но за исключением может вьетнамской войны для давно было это был 79 год насколько я помню а так они в основном решаются вопросы экономическими методами экономического доминирования и объективная конкуренция есть мы кстати с китаем сталкиваемся уже на рынке оружия когда в латинской америки в африке в азиатской тихоокеанском регионе на ближнем востоке наши системы вооружения сталкиваются с китайскими которые являются скопированными но вот с 300 китайцы ее скопировали но она у них находится на технологиях условно говоря начало 90-х годов российских вот у них есть система fd-2000 это клон с 300 первых образцов у нас сейчас есть 400 они сейчас купят у нас и подписано там соглашение о защите интеллектуальной собственности но это слабое утешение но там как бы современная техника это же в первую очередь алгоритмы и определенные ноу-хау и режимы эксплуатации боевых систем поэтому здесь вот методами прямого копирования уже будет тяжело что-либо сделать здесь надо покупать ноу-хау разработчиков конструкторов здесь наши спецслужбы должны работать так чтобы китайские партнеры понимали что вот они могут купить легально то что мы им продадим но получить какую-то информацию документы людей в обход существующего порядка военно-технического сотрудничества они уже не смогут надо мы будем вот выстраивать цивилизованное нормальное отношение с китайскими партнерами еще раз повторяю сегодня китай наш союзник но у нас никогда не будет военного союза вот здесь тоже не должно быть эйфории у китая собственные интересы и собственное понимание прекрасно у нас свои поэтому взаимодействие на политическом уровне на уровне совета безопасности он мы должны понимать проводя совместные учения тренировки мы должны понимать что ну грубо говоря от варшавского договора нового российской российской китайской уже не будет и как бы этот данность из-за этого начало они просто будут оцинивать стоят нас продавать или не стоит ну я не могу так сказать вот прагматично китайцы вообще вот они демостр deciding хорошие отношения к россии но нам важно понимать что наше собственное счастье в наших собственных руках а не в отношении того как нам относятся к китая потому что сегодня относится по одному завтра может относиться по-другому нам важно быть самими самим сильными для того чтобы мы могли уверенно чувствовать и китайцы понимали мы сильные партнеры, потому что с сильными партнерами они будут выстраивать отношения, ну а слабые партнеры, их судьба печальна. По поводу Сирии мне два вопроса, один вопрос, хорошо ли были просчитаны риски при начале операции, потому что мы видим, что был взорван аэробус. Давайте по поводу взорванного аэробуса, фактор террористической активности присущ и характерен для всех. То, что произошла трагедия, это просчет службы авиационной безопасности Египта. Точно так же могли взорвать любой другой самолет, взорвали наш в силу отдельных взятых причин, но, повторяю еще раз, вот эта угроза, она перманентна для всех. А что касается других рисков, я считаю, были просчитаны, потому что совершенно четкое понимание есть, что мы не должны влезть во второй Афганистан, ни при каких обстоятельствах, поэтому никакой сухопутной операции не будет, как бы нас туда не втягивали, мы на это не пойдем. Что касается авиационных компонентов, она работает эффективно, очень хорошо работает разведка, беспилотники и все прочее. Но в чем проблема? Проблема в наземной операции. То есть надо готовить сирийские вооруженные силы, снабжать их оружием, создавать ополчение, которое также будет вести боевые действия. Там воюет Хизбалла достаточно эффективно. Но самое главное, что вот сирийская война не закончится без политического регулирования. Поэтому вопрос заключается в том, чтобы реализовать, ну как, например, вариант таджикский сценарий. Когда оппозиционеры, которые воевали против центрального правительства, прекратили войну, вошли вместе со своими подразделениями в регулярные вооруженные силы. И как бы несмотря на те эксцессы, которые мы знаем, там один попытка, вторая, но тем не менее в целом страна стабильна. Если удастся реализовать такой сценарий в Сирии, либо ливанский вариант, то есть как бы вот тогда можно говорить о том, что ситуация будет стабилизирована. Но главная задача чисто разбить ИГИЛ. Потому что это люди, с которыми договариваться нельзя. Кроме того, там порядка 5-7 тысяч выходцев с России воюют и страны СНГ. То есть эти люди носили уникальных технологий террора. Их надо просто там уничтожить. Если они придут назад, это будет большая беда. Ну вот, вы опередили мой следующий вопрос. В чем конечная цель, которую мы видим в Сирии? Конечная цель это сохранение Сирии в прежних границах. Соответственно, политическая реформа. С тем, чтобы Сирия была в отношении нас по-прежнему дружественным государством. Сохранится Башарас это или нет, сирийцы сами решат в ходе президентских выборов, которые там рано или поздно состоятся. Главное, обеспечить условия для честной политической конкуренции. Пусть сами голосуют за тех, кого они захотят. Значит, захотят Асада, будет Асад. Захотят там, я не знаю, какого-то полевого командира, умеренной сирийской оппозиции, который выдвинется на пост президента Сирии и легальным путем победит, значит, будет этот человек. Вот главное, чтобы ИГИЛ, как организованная структура, которая уже взяла на себя функции квази-государства, а это означает создание собственных регулярных вооруженных сил, единое централизованное политическое военное планирование, наличие атрибутов государства, в частности, администрирование по сбору налогов на подконтрольных территориях в виде рэкетта. Не важно. Но самое главное, они ставили перед собой цель создать организованную структуру, пусть не признанную, в виде некого квази-государства. Вот этого быть не должно, соответственно, и должна быть уничтожена вся военная инфраструктура ИГИЛ, включая систему нелегальной торговли нефтью, которая дает до 2 миллиардов долларов ежегодно кэш для ИГИЛ. В целом ИГИЛ серьезная проблема, это надо честно признать. Нам очень бы хотелось, чтобы пусть даже не будет координации с западной коалицией, но будет распределена хотя бы зона ответственности, кто и где какие удары наносит. Если это будет возможным, еще раз подчеркиваю, потому что пока о координации речи не идет, штаты не хотят, соответственно, их союзники тоже этого не хотят. Но хотя бы где-то как-то не мешать друг другу. Я так понимаю, что речь идет о том, что мы вообще не сцепимся, ли мы с ними хотя бы видеть Турцию? Ну, турки отдельно песня, ведут себя, конечно, исключительно провокационно. У Эрдогана крыша съехала окончательно. То есть это человек, который недоговороспособен. Но будем как-то работать с западными странами, чтобы они на него давили. Турция член НАТО. Мы довели до наших американских и западных партнеров. Ребят, просто политика Эрдогана может привести к тому, что мы вот столкнемся лбами. А Россия и США ядерные державы. Соответственно, надо Эрдогана все-таки как-то отрихтовать, чтобы он не подставлял НАТО и США в плане создания условий для большой войны. Поэтому пока рассчитываем на то, что вот эта тактика будет эффективной. Плюс наши военные возможности. То есть турки сунутся, значит, сразу получат. У нас же там еще и уязвимость в районе Карабаха. Я думаю, Азербайджан не настолько наивен, чтобы сейчас по наущению Турции броситься, так сказать, в новую войну с Арменией и с Нагорным Карабахом. Проблема Нагорного Карабаха все-таки будет решаться путем политических переговоров. Хотя этот процесс, очевидно, очень долгий, на десятилетия. Но мне кажется, Ильхам Алиев, как здравый политик, он не будет вести себя так, как Эрдоган. Там немножко другая ментальность и другая модель поведения. В Афганистане недавно было сообщение о том, что группировки, пересекнувшие ИГИЛ, захватили часть четырех провинций. Ну это вот то, что мы говорим. Вот этот сценарий отрабатывался на учениях Центр-2015. Когда из Афганистана все это идет дальше, на постсоветское пространство и дальше к нам. Поэтому мы готовимся к таким войнам. Ну насколько это серьезная часть сейчас. Это серьезная. Ну Афганистан, американцы не контролируют Афганистан. Они не контролируют Афганистан. Самое страшное, что если мы когда уходили из Афганистана, мы создали сильную правительственную армию. И требовалось ли снабжать ее горючим вооружением. Но Наджибла был готов воевать сам. И он был боеспособен. То сейчас американцы, просидев в Афганистане больше десяти лет, они не создали ничего. Просидев и свергнув Саддам в Ираке, они не создали ничего. Уничтожив Каддафи, они не создали ничего. То есть, вот разворошили эти гнезда осинные. Ну шиитская часть Ирака, я так понимаю, она более-менее стабильна. Ну она более-менее стабильна, но мы можем говорить, что де-факто Ирак уже не единое государство. То есть, там процессы, там не созданы мощные вооруженные силы, которые способны воевать и обеспечивать стабильность, защищать население. А в Афганистане там вообще хаос. Поэтому для нас это реальный вызов. И здесь как бы все решения, они базируются на логике того, а что будет, если эти люди придут в Россию. При нашей всей нелюбви к Западу, ну надо как-то координироваться с западной коалицией, чтобы они бомбили ИГИЛ. Дальше их надо приглашать, чтобы за стол политических переговоров о будущем Сирии. Потому что мы не можем там в Сирии 10 лет летать и бомбить. Нам это не надо. Нам важно сейчас уничтожить ИГИЛ и создать какую-то переходную модель, которая могла бы вновь сделать Сирию стабильной. То есть повторить то, что было сделано в Ливане и в Таджикистане. Какая модель, я не знаю. Может быть промежуточная какая-то. Но совершенно очевидно, что мы там воевать до победного конца 10, 20, 30 лет не хотим. Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой оказались американцы в Афганистане, в Ираке. Они там увязли навсегда. У нас главная задача, чтобы люди, которые там воюют, они не пришли в Россию. Вне зависимости от политических убеждений. Поддерживаешь ты Путина, не поддерживаешь ты Путина. Принцип такой, ты хочешь, чтобы твоих детей и твою семью не взрывали и не убивали. Поэтому поддержи операцию. Поддержи операцию в силу того, что это, мягко говоря, тебя не придут убивать. Ты там пойдешь сидеть в кафе, остановится машина, выйдет человек и с криком «Алах Акбар» разорвит тебя автомат. Не поддерживаешь ты власть? Бог с тобой. Не нравится тебе президент? Бог с тобой. Но ты о своих родных и близких заботишься. Мы сейчас находимся в очень сложной ситуации. Вот эта полоса военно-политической турбулентности. И здесь, грубо говоря, ты хочешь кого-то свергнуть, тебе кто-то не нравится. Но ты подумай, а не получится ли у нас потом, как на Украине? Когда будут мордобои в Раде. Когда будет все разрушено. Поэтому, может быть, где-то... Так свергать-то, по-моему, никто сильно не хочет. Перетерпеть какие-то вещи. Ну, сохранить государство. В противном случае, если будет разрушено государство, это будет сотни тысяч человеческих жертв в ходе неизбежных конфликтов, гражданской войны и так далее. Поэтому здесь должен работать инстинкт самосохранения. Опять же, об отношении к армии. Армия, вне зависимости от политического строя, вне зависимости от фамилии президентов, премьеров, губернаторов, это основа для жизнедеятельности государства. Потому что в нынешнем мире, я уже сказал, если нет военного потенциала, тебя разотрут. Армия, она вне партии, вне политиков. Армия решает задачи защиты народа, государства. Поэтому каждый из нас, вне зависимости от политического взгляда, партийной принадлежности, я считаю, армия должен поддерживать. Потому что это и здравый смысл, и залог просто того, что с нами все дальше будет хорошо. Несмотря на наличие проблем в экономике, и критику в адрес экономического блока правительства, который зачастую объективно абсолютно. Но тем не менее, в отношении вооруженных сил, я считаю, должен быть общий национальный консенсус относительно любых партий, любых оппозиционеров, правительственных сил. Что армия это святое, и, грубо говоря, армия, мы должны нести ее на руках, потому что она всех нас будет защищать.